Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 15 мая. Ой, сегодня опять нас ожидает. По краю передали прогноз до 33 градусов жары. В нашем виске выставлено 26-28, но нам этого хватает. Очень жарко. И вот только утром, сейчас 7 утра, выходишь, когда прохладненько, хорошо. Я иду посмотреть растения, какие хорошо вчера принялись, не принялись, высаженные. И вижу, что утром они все так хорошо выглядят. Они, вероятно, за ночь отдыхают во время вот этой прохлады. Вчера днем выходило, у них листики как тряпочки, вот так висят. Но это свойственно томатам. Они на жаре немножко вянут листья, а потом встают. И утром смотришь, они прям такие бодренькие, такие зелененькие. И днем на них смотреть, конечно, жалко. Но так же, как и на нас. Мы тут друг над другом смеемся с Катей и посмотрим. Рожи красные усилили днем. Вообще, я поэтому сейчас пока на камеру сама не выхожу, не снимаюсь. Но это, конечно, что-то с чем-то. Все грязные и лохматые. Ну, потому что работать с землей, это, конечно, хоть и приносит удовольствие, но внешний вид, конечно, это улучшает человека. А я еще тем более босиком, лапы грязные, как мне внук на выходных сказал. Бабуля, у тебя почему ножки такие грязные? А потом сам такой же стал. Все, сейчас я скажу, что я еще подсадила. И, конечно, высадка медленно, но верно движется к концу. Вот про эту грядку хочу сказать. Сейчас комментарии прочитала. Зрительница спрашивает, а как вы их подвязываете? Где вот здесь вот? Ну, на ткань-то я высаживала. Но, видите, мы их уже подвязали вчера. Тут Катя подвязывала. Все они подвязаны вот таким металлическим, высоким. Как они называются-то? А, арматурам. К арматурам. Это вот мы часть колышков деревянных в последние два года начали немножко менять на металлические, потому что они более практичные, не сгнивает ничего. Вот высажена. Сейчас с другой стороны зайдем. Заваленку в ту высадила, про которую говорила. Вот я вчера планировала вдоль придомовой теплицы высадить бордюр. Весь его высадила. Заваленку. Там у меня рассада попалась, та, которая немножко на солнце под пленкой подгорела. Вот сейчас буду ждать, когда она отрастет. И рассада, которая высажена два дня назад, уже не вчера, а позавчера, выглядит, конечно, намного лучше. А та еще только приживается. Вчера же высадила вот здесь вот эти томаты. Я даже снимала видео про них, которые по два в одну лунку я стараюсь уже не садить. Вот это петруша, огородник, сибирская тройка. Все они у меня тоже вот на этом. Как вы поняли, я уже пошла по закоулкам. Большое томатное поле закончилось. Теперь буду засаживать. Катя мне тоже помогает. Будем засаживать все вот эти технические проходы, все маленькие крошечные кусочки земли. Добрались и до этого технического прохода, который, конечно, не очень приспособлен для выращивания растений. Но все равно они здесь растут. Вот вчера высадили и уже даже колышки поставили. Тут все остатки, которые остаются, лишние. Например, мне нужно всего шесть кустов, а их восемь, по две, по три штуки, потому что выбрасывать их все равно жалко, они все пригодятся. Вот будут здесь у нас расти. Я потом летом покажу. Здесь, кстати, они растут неплохо. Тут им тень как раз помогает вот в такие жаркие дни, как вот сейчас стоит погода. Она немножко их, от теплицы тень спасает во второй половине дня. Также начали высаживать на горе. Я когда говорила, что я в последнюю очередь высаживаю свои вот эти толстоногие, вот как раз у меня Настенька. Вчера начали высаживать Настеньку и Демидова, потому что гора это уже последнее, что мы еще не посадили. Ну и тут хочу поделиться своими наблюдениями, что пока последние высаживаем, первые уже кто-то начал жрать. И очень часто уже встречаются в комментариях сообщения, что в дырках у кого листья перца, у кого листья баклажана. Видите, прям как пооткусывали. И да, насекомые не спят. Пока мы там трудимся, по закоулкам высаживаем. На томатном поле уже кто-то начал есть листы томатов. И уже в это время, хотя, конечно, рано, еще ранняя весна, уже нужна обработка растений от насекомых. И тут мы должны сами выбрать. Сейчас я встану, еще несколько слов скажу. Когда в комментариях люди спрашивают, чем можно обработать от насекомых, и спрашивают, например, у меня там-то дырки на листьях, там-то, тут каждый должен выбрать. Или вы будете придерживаться как натуральных, ну как бы сказать, народных средств. Но это будет, это должно быть многократно, постоянно. И народные все средства, они намного мягче, они не такие токсичные, и они, можно сказать, не сильно вредят насекомым, не всех убивают. Они не то, что не убивают, а просто предотвращают немного, как защищают растения. Или вы выберете средства химической защиты, то есть купите просто обыкновенное средство, которое уничтожает насекомых, которое специально для этого сделано, и обработаете всю плантацию. Мне, конечно, тоже хочется хотя бы начать сезон не с химических препаратов, а с натуральных средств. Можно, конечно, если я соберусь на выходные, можно сварить зольно-мыльный раствор. И вот опрыскивая, например, сделая обработку зольно-мыльным раствором, ну, я повторю, что такими народными средствами не один раз, а нужно постоянно, с периодичностью, например, раз в 10 дней, нужно так обрабатывать. И вот зольно-мыльный раствор, у меня есть видео двухлетней давности, по-моему, им обрабатывают томаты, он может помочь и от паутинного клеща. И вот какие-то черные мошки, потом позже у томатов есть такой, тоже насекомое, облепляют черные мошки. Вот этот зольно-мыльный раствор, он покрывает тоненькой пленочкой вот эти листья. И, например, паутинный клещ, ну, говорят, что у него маленький этот крошечный хоботок, он не может уже прокусить эту вот тончайшую пленочку, которая остается на листьях. Ну, конечно, потом новые листья вырастают, все это и смывается, и исчезает, и дождями, и все нужно обрабатывать постоянно. И вот если вы выберете такой какой-то способ натуральными средствами, то нужно делать это все еженедельно даже. Ну, или можно выбрать какое-то хорошее средство от насекомых. Есть там от 17, от 20, от 60 вредителей очень много всяких средств. И, конечно, это даже не столько упирается в деньги, что какое дороже, какое там. Это все упирается во время. Вот мне сейчас, например, я еще не закончила высадку, у меня еще огород, там очень много работы в огороде. Конечно, варить вот эти растворы, готовить, они иногда длительны в приготовлении, не очень, нет возможности, короче, проще взять средство и опрыскать. И вот на таком раннем этапе я еще, можно, например, любыми средствами сделать обработку, потому что нет у нас еще ни плодов, нет у нас даже намека на то, что мы скоро будем употреблять их. Все это потом пройдет, не будет, в плодах ничего не останется. Вот сейчас я могу быстро обработать. Но потом, конечно, когда уже будут томаты, нам уже придется с особой тщательностью выбирать средства для уничтожения наших вредителей. А вредителей, поверьте, за лето будет очень много. Вот сейчас я вам показывала, еще даже высадка не закончилась, нижние листья уже объели у томатов. Такие же дырочки у меня на баклажанах, такие же дырочки у меня на перцах. Но если перцев и баклажанов у меня очень мало, и я могу просто развести фитоверм и побрызгать как бы вот этот биопрепарат, то понимаете, что такое огромное поле, чтобы обработать. Тут фитоверма ни одной пачки, ни двух, ни трех не хватит. Тут надо прям разводить ведро раствора и начинать полностью обработку. Вот тоже буду думать, чем бороться с насекомыми, еще не решила, не придумала. Может быть, все-таки сяду, сварю. У меня есть и мыло дегтярное, есть и зола. Может быть, сварю вот этот раствор и весь огород обработаю вместе с теплицами. Но это я буду делать только на выходные, потому что сегодня у нас еще высадка. Все, до свидания. Желаю вам, чтобы у вас не было никаких вот этих насекомых-вредителей. Это так обидно. Еще высадка не закончилась. Вернешься в первые ряды, а там уже кто-то что-то сожрал. Но они действительно, наверное, насекомые, думают, что мы высаживаем это для них. Они, наверное, кушают и благодарят, говорят, ой, Оленька, спасибо, какие вкусные у тебя помидорки. Мы так ждали, когда ты их высадишь. Все, до свидания. Привет насекомым. Привет насекомым.